А давайте сегодня сошьем очень простую толстовку из трикотажа и самостоятельно построим на нее выкройку, благодаря минимуму мерок и минимуму знаний построения выкройки. Всем привет, меня зовут Яна Бездушная, мы снова в моем уютном швейном кабинете, а это значит, что сегодня очередное швейное видео. Я придумала себе вот такой наряд, который состоит из юбки в пайетке и из такого свободного оверсайз свитшота. И сегодня вместе с вами я хочу этот наряд сшить. Юбку я подробно показывать не буду, но я решила сделать подробное видео по пошиву вот такого свитшота из трикотажа. Выкройка будет простая, мы ее построим самостоятельно и потом сошьем. Сейчас подробнее покажу материалы, с которыми я буду работать. Во-первых, это вот такая пайетка, но она нас как бы не сильно интересует, потому что пошив юбки я показывать не буду. Я покажу уже вам готовую юбку, когда сошью. Нас интересует трикотаж. У меня это вот такой трикотаж трехнитка-петля. Вот видите, с изнанки здесь идет петелька, потому что я не хочу для весны чего-то, знаете, такого слишком плотного. Мне кажется, вот такого материала будет достаточно. Плюс это подарок от моей швейной подруги Насти, и я решила, что его время наконец пришло. У меня получится чудесный свитшот из этого. Вы сможете использовать также двухнитку, если хотите совсем тоненький свитшот, либо трехнитку с начесом, если хотите такой свитер поплотнее. Кашкарсе нам здесь не понадобится. Я все буду делать из основного материала, и манжеты, и пояс, и горловину. Единственное, что нитки в тон, и что касается материалов, это все. Значит так, сейчас я вам быстренько покажу, расскажу, как построить выкройку. Она вообще элементарная, и у вас точно все получится. Сразу скажу, что эта выкройка такая супер-пупер оверсайз, потому что я шью свободный такой свитшот. Она подходит для трикотажа. Она простая, она специально упрощенная, знаете, для начинающих, либо для таких больших объемных форм, где, в принципе, точные построения не нужны. Поэтому, если вы только начинаете шить, и хотите научиться строить выкройки, эта выкройка вообще вам супер подойдет, потому что она, правда, она очень простая. Так, приступаем к нашей выкройке, и сейчас на вот этой схемке я вам покажу, какие мерки нам нужны. Нам нужно буквально несколько мерок. Первое, это обхват груди, стандартная наша мерочка, которая мерится, когда мы обхватываем нашу грудь ту сантиметровой лентой по самым выступающим точкам груди. Обмотали себя сантиметровой лентой, делим это значение на два, потому что нам нужна половинка, и получаем мерку СГ, полуобхват груди. Вторая мерка, которая нам понадобится, это мерка высота груди. Она меряется от плеча, вот где плечо переходит в шею, вот в этом месте, и опускается вниз до самой выступающей точки груди. На два делить не нужно, записываем полный размер, мерка ВГ, высота груди. Следующая мерка, которая нам понадобится, это длина изделия. Это может быть абсолютно желаемая любая величина. Меряем тоже, вот в этом месте ставим сантиметровую ленту и опускаем вниз. И какую длину вы хотите, может быть вот такую, может быть длиннее, может быть до талии, смотрите сами. И последняя мерка, которая нам понадобится, это длина руки, и я ее рекомендую померить следующим образом. Мы ее будем мерить по спинке от вот этого места, от так званой седьмой шейный позвонок, короче, от центра спины. И руку лучше поставить прямо, вот так вытянуть в сторону, и померить от этой точки до запястья. Ну, здесь у нас рука вот так стоит, поэтому я вот так и покажу. То есть нам нужно померить длину руки от вот этой точки, начиная. И это будет наша мерка длина руки. Это все, это все мерки, которые понадобятся нам для пошива свишота. Как я и сказала, вообще ничего сложного. Сейчас построим с вами выкройку быстро. Итак, начинаем. Построение мы начинаем с того, что отступаем сверху листа. Я буду строить в масштабе, у меня вот такая масштабная линейка, 1 к 4, поэтому я буду строить на листе А4. Вы, конечно, строите на свои мерки. Сверху листа отступаем сантиметров 10 и ставим точку. Это будет точка А. И от точки А вниз откладываем длину изделия, которую мы измерили, которая нам нравится. И от этой длины изделия нужно отнять 5 сантиметров. Потому что 5 сантиметров – это будет у нас манжета по низу, пояс точнее, это будет пояс по низу свитшота, поэтому нам его сейчас нужно вычесть, мы его строить не будем. Значит, так, длина изделия, которую вы хотите, минус 5 сантиметров. Откладываем от точки А вниз. И здесь у нас будет точка Н вниз. Теперь от точки А вниз также откладываем величину, которая будет уровнем нашей проймы. Как его посчитать? Это наша мерка В, Г, которую мы сняли, плюс 8-9 сантиметров. Я сделаю плюс 9 сантиметров. Это будет точка Г. И теперь от точек А, Г и Н проходим горизонтально вправо. Теперь нам с вами надо определить ширину нашей выкройки. Мы сейчас строим четвертую часть выкройки. То есть половинку переда, либо половинку спинта. То есть одну четвертую. Для этого, чтобы определить ширину нашей сетки, ширину выкройки, нужно взять наш полобхват груди, нашу мерочку, СГ, полобхват груди, добавить прибавку, которую мы используем. Мы используем прибавку здесь 15 сантиметров. Чем больше вот это число, тем шире свитшот у вас будет. Но это такая выкройка, что меньше, наверное, 8 я бы здесь не рекомендовала давать. 15 – это прям такой будет мощный у нас оверсайз. И вот это все берем в скобки и делим на 2. От точки А вправо откладываем эту величину. Это будет у нас точка А1. И опускаем вертикаль вниз, до самого низа. Здесь получим точку М1. Здесь получим точку Г1. Теперь от точки А вправо отложим ширину нашей горловины. Это тоже может быть желаемая величина. Вы можете прямо вокруг шеи себе померить. Но я у себя взяла 9 сантиметров. 9 сантиметров можно прямо вот так точку 9 здесь поставить. Дальше мы с вами будем строить рукав и линию плеча. Для того, чтобы построить линию плеча, мы от точки А1 вниз отступаем 3 сантиметра. Вот так, точка 3. И теперь проводим линию от точки 9 через точку 3 и дальше продляем ее. Вот так, прям длинную линию. Потом она нам понадобится. Дальше. От точки Г к вот этой прямой наклонной, которую мы сделали, надо провести перпендикуляр. Как это делается? Мы берем треугольник, либо линейку, где у вас есть какой-то прямой угол. Ставим треугольник таким образом, чтобы вот эта грань треугольника повторяла нашу линию. А вторая линия треугольника проходила через точку Г1. Вот так выстраиваем нашу линейку. И от точки Г поднимаем линию вверх. Вот таким образом здесь у нас получился прямой угол. Вот это будет наша пройма. И дальше нам нужно отложить длину рукава. Берем нашу мерку, вот эту длину руки, которую мы мерили от середины шеи, от середины спины. И отмеряем от точки А вот по этой линии. Вот так. И вот так откладываем. Здесь пусть будет точка Р, рукав. Дальше от точки Р тоже опускаем линию под прямым углом. То есть ставим треугольник вот так к наклонной линии. И вот так опускаем линию. Здесь должен быть прямой угол. Это наша ширина рукава. Точнее половина ширины рукава. Вы можете прям взять сантиметровую ленту. И на себе вот так померить, какую ширину рукава вы хотите. Вы хотите сильно широкий рукав. Вы хотите более узкий рукав. Но так как у нас свитшот оверсайз, сильно прям узкий рукав, я брать не советую. Ну вот так пошире. У меня допустим это будет 35 сантиметров. Достаточно вот видите такой широкий рукав. Берем эту мерку. Назовем ее обхват запястья. И делим ее пополам. И вот эту величину, которая получилась, откладываем от точки Р вниз. Здесь будет точка Р1. И теперь вот эту точку Р1 соединить с точкой Г1. Вот так получается. Дальше смотрите. Мы с вами не прорисовали горловину. Сейчас мы с вами нарисуем горловину спинки. Отступаем от точки А вниз 3 сантиметра. 2 сантиметра. И поставлю 3. И прорисовываем горловину. Это будет горловина спинки. А для детали переда мы будем использовать эту же выкройку. Но горловина там будет глубже. От точки 3 вниз можно отступить еще 3 сантиметра. Либо 2 сантиметра. И прорисовать вторую горловину. Это будет горловина переда. Горловина переда она всегда чуть-чуть глубже, чем горловина спинки. Дальше смотрите. Но эта горловина у нас конечная. Но на свитшоте, горловине мы пришиваем такую бейку. И ее вот здесь в выкройке тоже надо учесть и срезать. Бейка может быть такая, как вам хочется, шириной. 2 сантиметра, 3 сантиметра, 4 сантиметра. Сильно широкую брать не советую, потому что ее сложно шить, сложно выкладывать. Она может топорщиться. Давайте возьмем 2,5 сантиметра. И это значит, что нам надо горловину равномерно на 2,5 сантиметра расширить и углубить. Я вот так от изначальной горловины откладываю 2,5 сантиметра. И равномерно срезаю с горловины спинки и с горловины переда тоже. То есть вот эту бейку можно даже так раскроить, потом срезать, как вам будет угодно. И все, наша выкройка готова. Она, как я и сказала, очень простая. Сейчас я цветом обведу, чтобы вы видели, какие детали у нас получатся. Итак, первая деталь. Это деталь спинки свитшота. Вот, я обвожу ее по своей расширенной горловине спинки. Это у нас плечо. Здесь у меня идет пройма. Здесь обязательно контрольную точку ставлю. И до самого низа. Линия низа. И середина спинки. Проиться эта деталь будет со сгибом. Далевая нить идет вот так. Вот эта деталь спинки. Ей понадобится одна деталь, которая кроится со сгибом. Деталь переда. Точно такая же разница только в горловине. Детали переда у нас глубже горловина. Я, знаете, даже как делаю обычно. Я вырезаю лекало. Вот это спинки. Краю. Потом срезаю горловину ножницами и краю потом перед. Либо даже не до конца срезаю, а так себе загибаю, чтобы потом тоже могла использовать. И вот так деталь переда. Она идет точно такая же. Здесь тоже контрольная точка. Самый низ. И вот здесь идет сгиб. Тоже понадобится одна деталь со сгибом. Напишу одна деталь переда. И одна деталь спинки. И деталь наша рукава. Вот так. Низ рукава. И вот здесь где пройма. Вот здесь будет сгиб. И долевая нить будет идти вот так. Нам понадобятся две детали со сгибом. Вот и все. Это все детали, которые нужны для свежета. Как я и сказала, выкройка вообще супер-пупер элементарная. Что еще хочу сказать. Прямо на ткани мы с вами нарисуем манжеты, пояс и горловину, потому что это просто прямоугольники. Все, выкройка готова. Ну что, выкройка готова. Теперь мы с вами можем раскроить мой свежет. Если честно, уже в предвкушении, чтобы скорее его сшить и носить. Вообще, знаете, за что я обожаю трикотаж? Что это можно реально за полдня сшить себе новые изделия. Никто не отличит его от покупного. И супер удовольствие от процесса. Крайне мере у меня, потому что все просто, быстро и понятно. Так, вот он мой трикотаж. Я его уже продекотировала перед пошивом. Не забываем, трикотаж может садиться, потому что он на основе хлопка. Я всегда стираю. Любой футер я стираю перед пошивом. А теперь я смотрю, где у меня кромка. Вот здесь у меня кромка находится. И вот так я складываю как бы вдвое, в два слоя, чтобы у меня был сгиб. К этому сгибу я буду прикладывать выкройку. И изнанкой к себе беру выкройку спинки. Так, видите, она у меня немножко не поместилась. Не обращайте внимания, у меня здесь на выкройке все подчеркано, потому что это старая выкройка. Я ее использую для разных изделий, увеличиваю, уменьшаю иногда. Поэтому так. Прикладываю. Все помещается. Не забываем, что должны поместиться еще припуски на то, чтобы стачивать изделие. Теперь я прикрепляю булавками и вырезаю. Оставляю по одному сантиметру припуска по периметру. Вот так получается. И вот здесь обязательно надо поставить контрольную точку. Ну, я вот так немножечко на 3 миллиметра рассекаю припуски, потому что здесь у нас начинается пройма. И также контрольную точку можно поставить по центру спинки. Здесь вверху чуть-чуть разрезаем. И внизу тоже. Вот так. Это деталь спинки. Сейчас перейдем с вами к деталью переда. Деталью переда мы краим по этой же детали на выкройке, по этому же лекалу. Но единственное, мы немножечко углубляем горловину. На 2 сантиметра отступаем. И вырезаем новую горловину. Плавненько сводим к той же точке окончания горловины вот сюда. Потому что обычно горловина переда, она у нас немножечко глубже. Вот так. Все. Теперь по этой же детали краим деталь переда. Видите, в целях экономии материала я разверну ее вверх ногами. Так тоже можно делать. Потому что трикотаж у нас не имеет направленного рисунка. И вот так отлично все помещается. Снова прикалываю, добавляю по сантиметру припусков и вырезаю. Вот так. И все, деталь переда у нас тоже готова. Добавляю контрольные точки по центру горловины. Вот здесь, где пройма начинается. И здесь по центру низа. И все, деталь переда готова. И мне осталось раскрыть деталь рукава. Две детали. Два рукава у нас должно быть, естественно. И рукав у нас скрыться со сгибом. Со сгибом по вот этому срезу. Поэтому я прикладываю к сгибу ткани. Моего трикотажа точнее. Вот так аккуратно. Здесь кот, видите, поставил затяжки. Ну вот так. Слежу, чтобы снова у меня осталось на припуски. И выкраиваю. Таких мне понадобится две детали. И тоже я делаю контрольные точки под гибу. Так себе рассекаю, чтобы мне потом проще было рукав ссачивать. Один готов. Сейчас сделаю еще второй. Дальше. Что мне осталось раскрыть? Мне осталось раскрыть манжеты, поясы и горловину. Горловину я буду кроить позже, когда мы уже будем шить. Я вам все покажу подробнее. Сейчас раскроем пояс. Пояс, конечно, лучше бы кроить, проще кроить одной деталью. Но у меня, вот видите, вся ширина осталась, которая осталась. Мне явно не хватит. Поэтому он у меня будет состоять из двух деталей. Это ничего страшного. Просто по боковым швам будет два шва на поясе. Как рассчитать длину пояса? Замеряем низ изделия. Это вот выкройка. Прям по выкройке замеряем. У меня это 30 сантиметров. Умножаю 30 сантиметров на 4. 120. И 120 нужно умножить на 0,8-0,7. Давайте на 0,8. Он не сильно так тянется. 120 умножаем на 0,8. Это будет 96. Значит, длина моего пояса 96 сантиметров. Ширина пояса любая желающая у меня будет, наверное, 5. То есть в два раза 10. И плюс на припуске 12. 12 сантиметров. Думаю, понятно, как я посчитала. Ширина пояса 5. Он будет в два сложения. То есть это уже 10. Вот так он будет. И плюс 2 сантиметра на припуске. 12 сантиметров. То есть я сейчас скрою две детали 50 на 12. Две такие полоски. Вот здесь у меня идет кромка. То есть долевая нить у нас идет поперек пояса. И давайте сейчас раскроем манжеты. Высота манжеты у меня будет такая же, как высота пояса. То есть 5 сантиметров. Раскрою 12. Длина манжет я обычно на примерке определяю. Ну, где-то я хочу, чтобы у меня было более-менее... Так, свободненько. Не сильно затягивало. Ну, пусть будет 18 сантиметров. В раскрою 20. Если что, потом уменьшу. Значит, мне надо раскроить два прямоугольника. 12 на 20 сантиметров. Как бы ничего сложного. Вот такие две манжетики получаются. Можно вот так себе сложить и примерить. Насколько вам комфортно. Хочется поуже, делаем поменьше. Хочется побольше, покраивайте побольше. Здесь уже по желанию. Вот и все. Это все детали, которые понадобятся мне для пошива свитшота. Две детали перед и спинка. Два рукава. Две манжеты. Пояс. Горловину потом раскроем. И это все можно идти шить. Шить трикотаж я буду на оверлоке. Поэтому сейчас вот все надо настроить. Знаете, что больше всего задал бывает в отсутствии своей мастерской, что каждый раз перед пошивом надо таскать вот эту всю технику, потом все это убирать. Но ладно, не будем жаловаться. Раньше я вообще в однокомнатной квартире все это шила и жила, и работала. Поэтому сейчас намного лучше. Так, сейчас устанавливаю ниточки. И приступаем к пошиву. Так, начинаю шить свой свитшот. И начинаю с двух деталей. Деталь переда и деталь спинки беру. Складываю лицом к лицу. Так, чтобы совместить плечевые швы. Господи, посмотрела. Такой у меня огромный, конечно, получается. Но я хотела оверсайз. Я хотела оверсайз. Посмотрим, что получится. Так, соединяю по плечевым швам. И буду стачивать со стороны спинки. Стачивать буду на оверлоке. Может быть, я, конечно, примерю. Мне покажется, что слишком большой. Ну, посмотрим. Я мерила, если честно, по моему старому свитшоту. По такому ярко-розовому фуксии. Хотела такой же объем. Но там у меня начес. Вот в чем прикол. А здесь все-таки трикотаж потоньше. Вот так я соединила. И по плечевым швам сейчас стачиваю. И вот так у меня должно получиться. Теперь буду втачивать рукава в открытую пройму. Я вот так раскладываю перед и спинку в разные стороны. Вот моя горловина. Вот плечевые швы, которые я только что обработала. Вот здесь у меня есть контрольные точки, которые я для себя отмечала. Контрольные точки, где у меня заканчивается рукав. И вот в это место, в пройму, я должна вложить сейчас рукав. Беру рукав. Вот он. Вот этой широкой стороной. Вот так прикладываю к пройму. На рукаве у нас есть контрольная точка центра рукава. Вот ее нужно совместить с центром, с плечевым швом, точнее. И прикалываю. Ну, а конец рукава у нас должен чуть-чуть на сантиметр выступать, где у нас контрольная точка окончания проймы. Раз. И с другой стороны тоже. Крепляю. И все. Теперь иду вот так втачиваю рукав тоже на оверлоке в открытую пройму. То же самое. И вот так вот просто в открытую пройму я втачиваю рукава. Строчку я прокладываю со стороны изделия. Не со стороны рукава, а со стороны изделия. Вот так. Все на оверлоке. Все максимально быстро. Просто, за что я и люблю трикотаж. Вот так получается. За кадром я все заутюжила, все припуски. Это я показывать не буду, чтобы как бы не занимать эфир неинтересными действиями. Просто заутюжила припуски втачивания рукава на руках. Припуски плечевые на перед заутюжила. Теперь складываю изделия вот так лицом к лицу по плечевым швам. Таким образом, чтобы я видела вот боковой швов, чтобы я видела рукав. И складываю вот видите боковой швов к боковому шву. Шов рука, рукава, срез рукава к срезу рукава. Чтобы вот здесь вот у меня совпали проймы. Скалываю и иду стачиваю на оверлоке. Это по одной стороне и по второй стороне точно такая же история. Вот прям одной строчкой от края рукава и до самого низа изделия. На данный момент вот такое чудо у вас должно получиться. Можно сделать очередную примерку. Посмотреть, как вам объемчик. Может захочется немножко поубавить. Тогда можно по боковым и по рукаву ушить еще немного. И дальше мы переходим к горловине, манжетам и поясу. Хочу сейчас просто вам напомнить, какой бардак у меня происходит, когда я шью. Поэтому если у вас бардак, когда вы шьете, не беспокойтесь. Так у всех. Так у всех я вам обещаю. Дошью, потом буду убирать. Еще выкройка валяется. Ну, короче. Так, на этом этапе я займусь горловиной. Для этого я раскладываю изделие горловины к себе, чтобы я ее хорошо видела. И сейчас мне нужно ее полностью измерить. Я это буду делать сантиметровой лентой. Прямо вот так от плечевого шва начинаю. И измеряю я чуть вглубь на 5 мм от края. Вот так. И аккуратненько, аккуратненько сантиметровой лентой. Так, у меня получилось достаточно широкое, 63 см. И теперь вот эти 63 см нам нужно умножить на 0,8. И это будет длина вот этой бейки, которую мы будем сюда втачивать. Длину горловины умножаем на 0,8. Теперь я беру свой трикотаж, который у меня остался. Вот так у меня идет вдалевая нить. И здесь вот таким образом я буду кроить бейку для обработки горловины. Длину мы высчитали. Длина нашей горловины умножить на 0,8. Откладываю нужную мне длину. А ширина горловины у меня будет в готовом виде. Я думаю, 2-2,5 см можно взять. Вот так. Но помните, чем шире будет горловина, тем сложнее ее уважить. Поэтому лучше брать поменьше. Например, возьмем 2 см. 1-2 см. 2-2 см. Это уже 4 см. Плюс 2 см. на припуске. Это значит 6 см. в раскрою. Вот нам нужно прямоугольник. Шестой 6 см сделать. Вдалевая нить у нас идет поперек, я напоминаю. Вот так. И 6 см. Очень люблю эту линейку, потому что она, конечно, колоссально экономит время. Она прозрачная. И можно ровненько отчертить себе нужную полоску материала. Очень просто и быстро. Так. Вот она моя бейка для горловины. Сейчас вырезаю и будем с вами втачивать. Теперь я беру вот эту свою бейку, складываю лицевой стороной внутрь, совмещая короткие срезы и стачиваю. Можно на машинке, можно на оверлоке. Вот так у меня получилось. И теперь я побегу на утюг, быстренько заутюживаю. Ну, во-первых, вот здесь припуск заутюжил. И заутюживаю всю бейку вот так пополам вдоль. Показывать вам это не буду. Сейчас силы монтажа. Хоп. Хоп. И готово. Вот так заутюжила. Берем наш свитшот с горловиной. Вот он. И, как мы видим, у нас вот эта бейка, она меньше, чем наша длина горловины. И наша задача, вот эту бейку равномерно распределить по всей горловине. Ведь она чуть-чуть меньше. Для этого я разделю горловину на 4 части и бейку разделю тоже на 4 равные части. Вот так все разделила. Теперь выворачиваю наизнанку. Вот свою горловину. И бейку вставляю внутрь, в горловину. Плечевой шов у меня будет совпадать со швом на бейке. Но если слишком толсто, не обязательно, чтобы совпадало. Булавочкой прикалываю. И дальше каждую свою отметку на бейке совмещаю с отметкой на горловине. Вот у меня на бейке есть отметка четверти. И на горловине их состыкую. То же самое здесь и здесь. Ну, таким образом, чтобы бейка вот у нас равномерно вкололась в горловину. И последняя отметка. Так. И на глаз еще проверяю, что у меня все было равномерно. И теперь иду втачиваю оверлоком. Строчка оверлока у меня проходит со стороны бейки. И здесь главная хитрость немножечко растягивать бейку, когда мы втачиваем. Ну, и смотреть, чтобы, во-первых, все слои захватились. Во-вторых, чтобы нигде защипа не получилось. И тогда все будет окей. Если страшно, если редко шьете такие вещи, то лучше сметать. Я первые там лет пять покошила, все сметывала, вообще все на свете. Так, поехали. Вот так это получается. Вот так я притачала. Припуски заутюживаю вниз на изделие. И все, и наша горловина готова. Это, чтобы вы понимали, был самый сложный этап в пошиве этого свитшота. Дальше мы займемся поясом и манжетами. Пояс и манжеты мы можем делать параллельно, чтобы не тратить время. Вот у нас есть две детали манжет. Складываем лицом к лицу. И стачиваем по короткому срезу. То же самое с поясом. Если у вас раскроен из одной детали, вы его складываете пополам, выстрачиваете по одной стороне. Если из двух деталей, вот как у меня, то вот так нужно в кольцо стачать. Все, иду на верлок стачиваю. Можно также на швейной машинке это сделать. Так, я уже стачала пояс, стачала манжеты и заутюжила их пополам. Точно так же, как мы это делали с бейкой горловины. Вот так. То же самое с поясом. И теперь их просто нужно присоединить к изделию. Делается это точно так же, как мы делали с горловиной. Вот видите, пояс у нас немножечко меньше. И его надо чуть-чуть растянуть до размера низа изделия. То же самое с манжетами. Вот манжет у нас вот такого размера. Ширина рукава больше. И манжету надо вот либо растянуть, но у меня, видите, до такой степени не растягивается. Поэтому будет немножечко присборено. У меня рукав будет присборен. Это ничего страшного. Так может быть. Так даже интересно выглядит. Если вы этого не хотите, тогда рукав придется заузить. Потому что вот этот футер, который у меня, по крайней мере, он не очень сильно растяжимый. Если вы используете для манжет кашкарсе, оно лучше тянется, тогда оно растянется до размера. Но меня складочки не смущают. Вот немножко будет вот так. Сейчас буду действовать точно по такому же принципу, как с горловиной. Делю манжету на 4 равные части. Раз, два, четыре. Вот так поделила. И рукав. Вот это у меня первая будет отметка. И здесь вторая. Третья и четвертая. И теперь эти отметки буду совмещать. Но для этого сначала рукав надо вывернуть наизнанку. Вот так. Обязательно сделайте примерку. Какая длина рукава вас устраивает или не устраивает. Потому что так как это оверсайз, они у меня здесь немножко такие длинные. Некоторым это не нравится. Так, совмещаем первую отметку. Совмещаю вторую отметку. Вот так. Третью. Третью. И четвертую. Вот так получается. Если вот сильно растягивать, то, ну вот видите, и сильно она у меня не растягивается. Поэтому этот излишек у меня будет немножечко вот так с кладочками. И мне это даже нравится. Таким образом втачиваю манжету на оверлоке. Строчку прокладываю со стороны манжеты. Пояс точно так же. По такому же принципу тоже делю на несколько частей. Делю на несколько частей медаль пояса и равномерно втачиваю. И вот так должно получиться. Вот я пришила пояс. И вот так я пришила манжет. Главное смотреть, чтобы все слои были захвачены. Все было пришито. И вот эти ниточки потом можно спрятать в шов. Сейчас выровняю манжету. Вот такая она должна получиться. Вот так с лицевой стороны. Опять же проверяем, чтобы все было захвачено. И тадам! Наш супер-пупер оверсайд свитшот готов. Я его еще не утюжила ни по горловине, ни по манжетам. Но уже можно посмотреть, что у меня получилось. Все швейные операции здесь закончены. Но я хочу еще спереди из пайеток сделать какую-то надпись. И опять же это все у меня будет комбинироваться с юбкой. Юбка у меня уже тоже готова. Это подкладка, это юбка. Короче говоря, я сейчас придумаю вот какую-то надпись, сделаю ее, надену вместе с юбкой и покажу вам, что у меня получилось. Ну и наконец я готова показать вам свой уже сшитый наряд. Как я и говорила, свитшот этот супер большой. Это оверсайз. Будьте к этому готовы. Если хотите оверсайз поменьше, берите меньше прибавку. Здесь у нас была прибавка 15 сантиметров. Можно взять поменьше, до 8 сантиметров. 8 сантиметров это такой будет более-менее обычный свитшот. Шить рекомендую из футера, трех нитки, либо с начесом. И получится очень классно. Как видите, я сделала нашивку вот такую из букв с пайетками, чтобы этот скучный серый свитшот немножечко так разбавить. И чтобы он лучше сочетался с моей юбкой в пайетках. И вот такой наряд у меня вышел. Спасибо большое, что были со мной на протяжении всего этого видео. Я очень это ценю. Надеюсь, оно вам понравилось. И если это видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал и оставьте комментарий, потому что это очень помогает мне в развитии моего ютуб-канала. И увидимся с вами в следующем видео, которое выйдет уже совсем скоро.